Учитель года – мероприятие, которое проводится раз в три года и которое с нетерпением ждут как преподаватели, так и воспитатели. В гостеприимном зале средней школы номер 5 состоялся суперфинал районного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников Учитель года Республики Беларусь. В Ленинском районе города Бреста насчитывается 1860 педагогов. Из этого числа 18 творческих, креативных и энергичных преподавателей боролись за почетное звание Учитель года 2020. Конкурс Учитель года важен и значим не только Ленинского района, но вообще для всей педагогической общественности, потому что этот конкурс позволяет распространить передовой педагогический опыт. Это раз, далее, выявлять молодых людей, молодых педагогов, как правило, в основном это участвуют молодые люди, выводить их на общественную такую педагогическую арену, дает возможность этот конкурс карьерного роста. Проявить себя и показать наработанный педагогический опыт смог каждый, но дойти до финального этапа районного конкурса Учитель года удалось не всем. Несмотря на то, что участники приложили немало усилий, чтобы продемонстрировать свой талант, ум, а также доказать, что любой предмет может быть зрелищным и увлекательным. Отметим, что районный конкурс многоэтапный. Были проведены два этапа предварительно. На базе школы проходил первый этап, второй этап – наш районный. Он состоял из нескольких туров. Были определены пять сильнейших победителей в номинациях. В каждой номинации один победитель. Всего у нас восемь номинаций, но, к сожалению, в трех номинациях конкурсанты не были представлены. И вот сегодня состоится суперфинал. Из этих пяти финалистов, которые представят Ленинский район на уровне области в областном этапе, мы выберем победителя суперфинала, самого креативного, талантливого, сценичного, самого-самого-самого педагога Ленинского района. Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать из пяти ярких финалистов самого достойного. Того, кого любят и ценят не только дети, но и взрослые. Одним из таких является Дмитрий Малыха, учитель физической культуры и здоровья средней школы номер 18. За небольшой период работы в школе, всего шесть месяцев, он стал любимцем учеников. К каждому ребенку смог найти подход, привить правильные привычки и любовь к спорту. К выступлению на конкурсе готовился долго и основательно, а к самопрезентации подошел творчески. Мы, мужчины, народ очень простой и принимаем все близко к сердцу и понимаем все очень буквально. И раз уж конкурс называется «Визитка», «Визитки в студию» для вас выступал учитель физической культуры средней школы номер 18. После две недели я активно готовился, практически не спал. За два дня обучился программам видеомонтажа и это достаточно колоссальная нагрузка на педагога. Что, кстати, всего остального, то мне кажется, что то, что я молодой педагог, дает мне фору относительно многих педагогов, потому что молодые педагоги приходят, носят свои идеи, свои какие-то фишки и ломают вот эту устоявшуюся систему. По итогам конкурсных испытаний члены жюри определили победителя суперфинала. Им стала учитель русского языка и литературы средней школы номер 8 Наталья Андреюк. Все пять финалистов представят Ленинский район на областном этапе конкурса. Ирина Кузьмич, Эдар Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.